Ну что, добро пожаловать в мою зимнюю питерскую резиденцию. Хорошо, как говорится, в краю родном, только холодно и темно. Пойдемте посмотрим, что он у нас там в чемодане нашел. Всем знакомое помещение. Наш 486 здесь стоит. Я себе приготовил уже ящички складировать, всякое добро. И это у нас будет сегодня обзорное видео о том, что же я понасобирал в этом году на известной нам помойке. С февраля обзор до декабря этого года. Вкратце, вот здесь у меня 27 килограмм всякого барахла приехало. И забавная история была в Пулково. Получаю, значит, я багаж. Выезжает первая сумка. Минут через пять выезжает вторая сумка. А вот этой вот сумки с железом нету. 5 минут проходит 10-15. Нету сумки. Все, уже перестали выгружать багаж. Я уже жалуюсь стюардессе, там рядом сидит. Ну все, думаю, багаж наш потеряли. И тут я вижу его. Едет родной. Едет мой дорогой. Полный железо. Ну, сейчас я это все дело разберу, разложу на полочке и пройдемся вкратце по тому, что я там насобирал за этот весь год и как оно выглядит. Получилась вот такая вот красота. Это я разложил только для вас. После того, как проведем обзор, я это все соберу по ящикам. Ну что ж, пойдем. Наверное, начнем справа налево. Здесь у нас Hall of Fame ATI. Здесь у меня представлены практически только одни ATI. Ну, пойдем справа налево. ATI 7000, ATI 7000. Это Radeon X800 и GP8X. Это Radeon 9600, 256 мегабайт. Это Radeon 7500. Красивая HP. Так, стоп. Вот так вот. Красивая. Так, что у нас тут выше представлено? А это у нас в ряд идут одни только 9250. Самая первая из них это AGP версия, а все остальные PCI. Одна из них даже еще в упаковке. Даже не открытая, не распечатанная. Поэтому я ее так и держу в пакете. Это у нас версия 128 мегабайт. И все остальные по 256. Две одинаковых от Sapphire. Одна вот такая вот зелененькая с изогнутой платой. И последняя вот такая вот красненькая 256 мегабайт. Все они вот эти вот платы 256 мегабайт. Кроме последней которых. А нет. Кроме вот этих вот двух. Ну и GP понятно. Вот они. Три штучки 128 мегабайт. Вот такое вот у нас представительство ATI Radeon. Что у нас тут в уголке лежит? В уголке у нас здесь лежит три платы, которые не вписываются никуда. Это как вы видите Voodoo 3dfx. Первая самая 4 мегабайта памяти. Упс. Вот это у нас Matrix G450. По-моему 32 мегабайта памяти. А вот это вот какая-то промка Siemens. Промышленная видеоплата. Она у меня пикает, но изображение не дает. В общем я ее даже и не ковырял то особо. Что-то промышленное. В каком-то промышленном оборудовании используется. Вот такой красивый боксик дискет. Дискет. Нашелся. Очень много дискет. Визуально в хорошем состоянии. Флешки. 8 штук на 8 гигабайт Lexar Professional и 8 штук Transcend на 4 гигабайта. Все Professional. Все Professional. То есть не пользовательские, а из-за профессионального оборудования вынуты. Вот тут у меня лежат процессора. Один Туалатинчик в переходничке. Это Капермайн на 650 по-моему. Здесь у меня Pentium 3000. И здесь Pentium 2400. И здесь у меня дальше представлены платы на BX440. Ну как вы видите здесь внизу лежит наш креатив. Укомплектован он гигабайтом фирменной памяти Dell. Вот такой вот по 256. Получился гигабайт полный. Далее здесь у нас представлена FIG BX440 плата. И далее идет Asus P3B. Отличная, хорошая плата. Тоже шикарнейшая. Укомплектована точно так же одним гигабайтом памяти. Четыре штучки по 256. И здесь у нас представлен Лендсокет А от Long K700 и 700 МГц. На мамке Asus K7M. Не укомплектован ничем. Не хочу. Далее, что у нас идет здесь. Это просто тьма, тьмущая плата на VIA разных поколений. Начнем, пожалуй, с самой первой. Это плата Asus. Чипсет уже второго поколения VIA 133. С портом AGP PRO 4X. Укомплектован процессором. Там что-то типа Pentium A3 866. Как-то так. Тоже очень неплохая плата. В хорошем состоянии. Все отлично. Прям шикарно. И даже есть один слот ISA. Шикарнейший. Следующая плата идет Soyio SY7VCA. Она просто огромная. Вот такого вот огромного формата. В чем ее отличие? Так она понимает память по 512 МБ планки. Вот здесь она укомплектована как раз 3 плашки по 512. Итого 1,5 ГБ. Тоже процессором укомплектована. Что-то типа Pentium 3 866. К слову, этот Asus тоже понимает по 512. А вот дальше идут платы первого поколения. VIA, которая с AGP 2X. Две одинаковых там каких-то у меня. 3VAAV. Не помню, что за бренд. В общем, он разорился. У меня их две одинаковые. Одна из них была больная. Я ее починил. Вторая комплектом пошла, пока я ее чинил. А, вот они 3VAA. Это у нас, это у нас, по-моему, вот эта плата. Это та плата, на которую я проводил эксперименты по перепайке. Да, она есть. Здесь сейчас стоит Tualatin 1266. Это что-то типа DeFi, то ли PC Partner. А, нет, это PC Partner. Да, какая-то non-name PC Partner плата. Как раз подходящая тема для переделки. С процессором Tualatin 1266. Все платы я смотрю у меня с процессорами. Все укомплектовано. Все процессора, там Pentium V3. Не меньше 800 МГц, по-моему. А вот последняя плата, она интересная. Это гигабайтина. А в чем она интерес вызывает? Так это в том, что хоть она и гигабайтина, и на старом чипсете. Вот чипсет, что здесь, что на этих вот трех платах, он одинаковый. А вот эта плата отличается тем, что она понимает плашки по 512 мегабайт. Я вот сам удивлен. Итого эта плата тоже понимает аж целых полтора гигабайта по видео. Вот такой вот парадокс. И тут у меня лежат, ну куда-куда-куда покатился. Ну давай вот так пройдем. В принципе она удобно легла. И здесь у меня представлены процессоры. Начиная от Туалатинов, Коппермайны. Это Pentium V3. Просто MMX-ы первые. K6-ы два. Опять идут в ряд одни Туалатины сплошные. Вот еще там, по-моему, меня, я даже не разбирал. Где-то вот здесь вот в ящике лежат еще там пачка этих Туалатинов. Вагон и тележка. Вот, ну пришло время опуститься пониже. Что же у нас тут пониже представлено? Ммм, как интересно. Здесь у нас лежат видеокарты. И начинать, мне кажется, нужно вот с этого правого ряда. Это у нас WinFast GeForce 2 по Titanium 200, по-моему. Следом идет iOpen GeForce 4 TI4-200. И далее идут в ряд, наверное, штуки, две платы. Это FX-5-200. Ничего выдающегося. Скорость шины 64 бита. Такие медленные-медленные затычки. Далее идут два GeForce 6-200. Один на шине AGP, а второй, как вы видите, на шине PCI. И завершает ряд NVIDIA Quadro 980 XGA, что является аналогом для карты Titanium 4 600, по-моему. Вот так. А здесь у нас ниже представлены уже вот такие вот красотки. Это у нас кто? Это у нас... Это у нас NVIDIA 7800, по-моему. GS. 256 мегабайт. Это GP8X. Вот такая вот красота. Красивая. XFX. Ну, далее идут, далее идет наш FX-3000. Это аналог пятой серии FX-ов. Аналог FX-5900. Вот. Вот такая вот красота. Ну и на этом NVIDIA заканчивается у нас. Здесь у меня в уголке лежат всякие CMY, DIMY. Такая вот память. Взял. Опускаемся ниже. И мы приходим к звуку. Начнем справа налево. Справа у нас здесь представлены PCI-ные карты. Это два Sound Blaster Live. Одна на чипе ESS. Это у нас Gully Mode Maxi ICS Pro. Он даже, видите, сим память. Проблема этой карты в том, что у нее нет никакой поддержки. Она работает только из-под Windows 98. И даже проблема огромная в работе с DOS. То есть она была создана как дешевая такая версия для студийщиков. Кто вот сидит дома, пишет меди-музыку. Чисто из-под винды. А с поддержкой вот для нас, для простых пользователей все плохо. Из-под DOS не работает. Из-под винды там, ну, туда-сюда. Только из-под 98. Далее идет Audi G. Audi G2. Отличная PCI-версия. Самая лучшая, я считаю, что можно поставить под PCI. Тут у меня лежит ИСАшная версия какая-то. Древнюющая, древнюющая плата. Я ее уже обсуждал. Качество звука это прямо середина 90-х. Такое ужасное. Основная ее ценность – это наличие вот этих вот интерфейсов CD-ROM. всяких различных под панасоники, под всякие, под всякое такое вот разное древнее добро. Ну и дальше у нас идут семейство креативов. Вот такая вот красота с креативами. Это у нас SoundBallster 16, тот у нас SoundBallster 32, AWE32 с 32 мегабайтами памяти обстановлена на братору. Далее идет AWE64. Это у нас Yamaha. Это у нас обычная Vibro 16 и еще один AWE64. Вот такое вот сборище креатива у меня тут на полочке лежит. Здесь представлены интересные очень такие SIM-ы памяти. Это не SIM-ы, это упаковка в этой памяти SD-ROM, а на самом деле это EDO либо FPM чипы установлены. Какие-то из них 5-вольтовые, какие-то 3,3 вольта. Вот эти вот огромные чипы памяти – это 256 мегабайт. Ну, 3,3 вольта у них всего лишь. Вот. На какие-то компакт-сервера идут. Но, тем не менее, раритет такой интересный. И отпускаемся мы на самый нижний этаж. И у нас здесь представлен сокет 7 и суперсокет 7. И в уголку у нас тут еще лежит, по-моему, 386-й наш бедный и несчастный. 386-й у меня отправляется на полочку. Укомплектовано здесь 8 мегабайтами памяти. Видеокартой Cirrus Logic на 1 мегабайт. И пультик контроллера. Далее идет у нас суперсокет 7 на чипе VIA MVP3, по-моему. Укомплектован, даже укомплектован не смотрю, памятью. Наверное, мегабайт 256 там установлено. И процессором K62400. И последняя оплата у нас здесь представлена. Это обычный сокет 7. Помните, я делал питание. Самое первое практически видео на этом канале. Где я делал питание и процессор K6 сюда стоит. Вот она здесь. Приехала сюда. Установлена у нее память 128 мегабайт. Оно ей, конечно, ни к чему столько много. Но пусть будет. Вот такая красота. Что еще у нас там? Что не влезло на эти полки? А не влезло у меня тут всего лишь получается. Ну-ка опускайся. А не влезло еще вот этих вот две платы. Это у нас слева Pendium 4 на сокете 423. И с памятью SD-RAM. Памятью здесь, по-моему, кстати, тоже полтора гигабайта установлено плашками. Процессор в районе, по-моему, 1.6 ГГц. Такой процессор, который, собственно говоря, просирает ту латину на 1.4. Так. И соседняя плата у нас на Intel 815. Это плата от компакта. Укомплектована даже каким-то процессором. Наверное, на ГГц. И памятью на 512. Да. Обычный Intel 815. Ничего интересного. Вот как-то так. И на этом, наверное, все. Можно еще, конечно, вот сюда заглянуть. Ну, здесь всякое разное видео, которое не представляет. Так, зашли, помешали. Ну, вот тут вот такие вот платы. Тоже FX5200 лежат. Какие-то, по-моему, Riva TNT там еще тоже есть. Вот такие вот всякие разные карты. Вот так вот. А-а-а, забыл еще упомянуть. Ну, где он тут у меня, друг мой родной. Вот такой вот Скайзи Сидерон 96-го года. Вытащенный из какого-то сервера. Sun Microsystems. Вот такая вот радость. Вот. И сразу хочу сказать, что, ребята, это... Я ничего не продаю из этого. И ничего не покупаю, соответственно. Я только это все собираю для себя. Так что, по поводу коммерции, это не ко мне. Вот. Ну, а на сегодня обзор закончился. Пожалуй, наверное. Будем заканчивать. У меня есть еще парочка, так сказать, идеи вот для этого 486-го, который у меня тут лежит. Я ему привез свежую кэш-память. Здесь стоит 256 всего лишь. Медленные кэш-памяти. Я пошел купил на 512, 15-ти наносекундный. Попробую из него что-нибудь еще выжечь помощнее. Потому что эта зараза почему-то, MP3 музыку не хочет играть. Хотя она должна из-под доса. Там даже DX4100 должен уже играть. И он даже на скорости, по-моему, 150 не хочет играть. Так что у меня возникают вопросы к его производительности. Вот. Буду заниматься. Ну а на этом все. Вот. Я, пожалуй, буду заканчивать. Все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok